Всем привет! Сегодня я хочу сделать обзор на свой новый пак пресетов, который я создала для концертной фотографии. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Внутри вы найдете 81 пресет, из которых 8 у нас. Это различные вариации черно-белого. 18 я использую для портретных фотографий гостей и так далее. И для фотографий со сцены целых 55 пресетов. Почему так много? На самом деле, те, кто работает в концертной фотографии, знают, как часто там меняются условия света. И этот пак всегда мне вручает. Я пользуюсь им абсолютно на каждом мероприятии. В чем особенность данных пресетов? Вообще, я использовала не только классические ползунки. Я использовала их в совокупности с лутами, профилями изображений. Что дало мне в совокупности какой-то новый и уникальный цвет. Итак, как же нам работать с лутами? Вы можете регулировать силу эффекта. Сейчас у меня 21. Мы можем сделать максимально 200, но этого много. Поэтому давайте мы с вами попробуем сделать где-то 58. Посмотрите, как уже изображение поменялось. Что мне здесь не нравится? Мне не нравится, как вылез зеленый цвет. Поэтому давайте мы попробуем его убрать. Итак, мы будем нажимать на глазик и смотреть, какой именно ползунок дает нам вот этот вот зеленый. Давайте попробуем здесь, здесь. Мы видим, что в инструменте цветокоррекция больше всего замешан зеленый. Поэтому мы пойдем сюда. Давайте попробуем посмотреть в тенях. Вот. С помощью теней мы сразу легко можем его убрать. Тем самым, опять-таки, получив что-то новое буквально за 2 секунды. Я думаю, что здесь понятно, как с этим работать. Эти луты вшиты практически в каждый пресет. Итак, давайте еще покажу, как я работаю с данным паком. Обычно я захожу и выбираю какой-то пресет, который мне понравится как основа. Давайте остановимся на этом. Дальше я понимаю, что мне здесь нравится, что мне хотелось бы доделать. И это отличный пример для того, чтобы показать вообще логику моей работы и работы с пресетами. Над чем мне бы хотелось здесь поработать? Первое — это яркость изображения, его насыщенность. И второе — это зеленый оттенок в тенях, который я бы хотела приглушить или заменить на какой-то другой цвет. Куда я рекомендовала бы зайти при работе вообще с любым изображением? Первое — это свет, покрутите экспозицию, контрастность, тени и так далее. Дальше обязательно зайдите в цветокоррекцию, покрутите тени, можете подмешать какой-то цвет. Все это даст такой пленочный эффект фотографии, либо достанет из фотографии какие-то новые цвета. Дальше обязательно зайдите в температуру, потому что фотографии с переприятий такие цветные, насыщенные и яркие, что вы можете просто очень сильно изменить фотографию всего лишь в температуре и оттенках. И последнее — обязательно зайдите в калибровку, там вы сможете точечно докрутить изображение до идеала. Итак, наша основа была вот такой, и вот как мы докрутили тут кому что нравится на самом деле. Вообще, я очень люблю этот пак за то, что он достает именно абсолютно разные оттенки с каждой фотографией, и здесь нет какого-то ограничения вашему творчеству. Главное — помните о том, что вы можете экспериментировать пресеты. На самом деле, для меня это просто исходник, но это очень хороший исходник, чтобы сократить время вашей работы и показать что-то новое, возможно.